Привет, друзья! Ну что, дошли мы 2 минуты от нашего отеля или вагдамол. Прикольный мол, уже как-то делали видео, оставлю в описании. Но это было 2 года назад. Вот прям пожарить, честно, или добежали. Капец, ну жарко, дико. Только вот зашли вот вход, ну так магазинчики начинают, только вот вход, вот мужчина сидит, выходит и уже бах, парфюмы, бах, Наташа застряла, все, потерялись. Ну цены, конечно, шеломительные, что я могу сказать. Так, понимаем, да, 12 дирхам и 4 доллара. Понятно, что подделочка, но вон за 19 есть месты прикольные. Такое, как парфюмерия смешана с водой, очень прикольно. Ой, ну идем с вами глянем, что там Наташа нашла уже. Идем кидать, пойдем, где посмотрим. Сейчас. Беру и иду. Ну прикольно, кстати, за 13 дирхам. Ну нюхала прикольные такие ароматы, но, конечно же, не такие, как в Ассенбоди, там ты покупаешь, или там Виктория Сикрет мы покупали ароматы, но дешевле, конечно. Наташа, скажи что-нибудь. Что-нибудь. Я поняла, как классическую даму. Я не понимаю, то ли это груша, то ли это виноград, но виноград не. Очень сладко и красиво. Это профан. Классная такая, там где, ну не все такие, флакон. Помаши в камеру. Вот, смотрите, вот есть Дольче Габбане, всякие другие ароматы, Роберто Ковалин. Ты уже учил? Да, я уже учил. А как помните, я когда к Махе мы шли, я такая, вот, прекрасная продавщица Гульмира, за Диори, она же такая, это Дольче Габбане. Я такая, ой, блин. Вообще, как ты думаешь, это же подделки здесь? Нет. Просто такие цены дешевые. Ну, это, наверное, подделки, то, что вот стоять за 12 дирхам стоит, за 19. Что за цены такие? Нет, ну там просто дешевые ароматы. Вот все классные, кстати. Хэппи фомэн. Ну, 105 стоит, это 20, кстати. Ну, может, и дешевле можно у нас купить, но классные. Ну, даже на женщину, а еще вообще что-то. Ну, что они сильно держат, цены классные. Видите, как я ошибаюсь. Наверное, впереди просто были дешевые ароматы. Я такая, думаю, тут подделки, наверное. Ну, вы видите. Хотя тут цены такие есть, 100 долларов. Вон тут же Барбари и остальное. Ну, цены нормальные есть. Наташа нюхает, ей нравится. Наташа новые тапочки, она очень классные. Эти скетчерсы мы заказали. Вообще, прям шикардос. По-моему, я уже где-то смонтировала. Мои сомнечные подарки. Не помню, выложила, не выложила. Но Наташа довольна, все довольны. Угуляем в море. Я открываюсь в магазине Найтс. Видите, какая прикольная за 79. Такая штучечка, Найк. Видите, прям вот с такими рукавами. Ну, сзади ничего нет. Рукав по размеру. А, ну, дай я тебе рукава поднимлюсь. Что-то, да? Рукав такой. Это снеговичок и что-то еще. А, осанки, снеговичок и что-то еще. А, это лыжи. Это очень-то няшко. А что-то стоило, сколько можно оценивести? 149. 149 стоило. Ну, честно, я бы 120 гривен дала бы вот за это. А вот это вот такая сумочка еще Наташа очень нравится. Оцените это, да. Из-за такого гамнистого цвета? Ну, в принципе, это можно сказать... У нас 59, которая серая дорожка стоит. Что-то золотой цвет можно скинуть. Ну, и вообще-то это гороховый. 59 стоило 125. Ну, вот такая. Мы померили, телефон даже большой влазит. Вот такой прикид, не знайка. Побалывает себя, что ты думаешь? Как вот она у нас? Мне подобается эта штучка вообще классная. Да, вот эта вот черненькая, да. Все как-то классная. Особенно будет защищать от солнца. Можно надевать. А с приводу сумочки, ну, я не знаю. Ну, просто Найт, ну, прикольно же. Соглазнена на Найт. Серьезно? Пишите комменты, вы бы купили бы Найт. Ну, я не знаю. Но она не универсальная. То есть она обязывающая. Дешевле где-то здесь в Миратах. Это прикольно. Не, ну, Найт может, да. А, ну, да. Ну, это Найт, Найт, наверное. Это как для Наташи и Месс. Да? Народ, я вложу в детские-детские вещи. Наташа нашла мне это просто детские-детские дела. Сколько он стоит? 69. Дорогие детства. Это просто, чтобы вы понимали, вот это вот для деток висит. И в таких вот оденчиков я надеваюсь. Я уже сказала, ну, в Мират ты приехала, и реально так. Сходу 2 килограммы на 4. Ну, у меня мышцы были, просто я потерялась. А, ну, сзади. Ну, это прикольно. Ну, вот, ну, ты мне дала другую. Я сейчас померю другую, и другая более прикольная. Как вы считаете, что это очень классно. Мы не подобаются колер тоже. Классный цвет. Ну, мне очень нравится. Ну, это, наверное, из такой коллекции. Но в такие стенички я точно не влезла. Ну, это полно... Ну, это полно... А, нет. Выберем другую футблокку и выберем вместе с вами. Классно, только мне нравится. Сейчас еще раз пошукаю пиду. Давай. Привет. А это же даже больше нравится. Какой цвет прикольный? Тоже 59 стоит? Не тоже, та 69, вся 59. Это дешевле. По-моему, та 69. Да. Тоже 51. Ну, ладно. Как по цвету, как вам. Это вообще с джинсом даже лучше, не знаю, мне кажется. Мне это нравится. Людмила, и та подобается, и та подобается. Мне это больше нравится из этого такого Джордана, такого интересного. А та просто из на fly, fly, fly. И Джордан мне нарисовала. Почему для детей так дорого? Сейчас я вам просто покажу, навешиваю тебе. А ну давай. Навешиваю тебе. Смотч, как все так. А что, нормально дивиться? 69, да. А я что сказать? А это 59. Ну, колоры, то ты... Да, Джордан размазанный чуть-чуть, но вот такая. Ну, церковь такая малюсенькая. Ты когда мне неслай, знала, что я влезла. Я думала, что будет... Ты ее тримаешь, и она не малюсенькая, реально. Ну, это детский размер, совсем такой детский. Элька, Элька, там поможет. Элька, она 12-13 лет. 147, 153. Я не знаю, наводится или нет. 153. А, да, 163. Ну, как раз у меня 164, смотрите. Что, Рос 163? Наверное, возьму эту футболку, возьму с длинным рукавом, я возьму сумочку. Классный подарок мне будет. Я заслуживаю этому. Ура! Хорошие распродажи. Сегодня, Наташа, найковские футболки племяннику выбрала. Тоже где-то 25-27 долларов. Вообще, да, прикольные всякие штучки. А я выбрала себе такие тапочки. Еще раз продажа. 89 дирхам. Ну, смотрите, что странно. Мне комфортно в 42-м размере. Это ужас. У меня никогда не было 42-го размера. Обычно 40-й, 41-й. 41-й некомфортно. 40-й в такую же цену. Наташа очень нравятся эти. Они тоже 89-й, но 40-й. Они как с меня маленькие. Я будто бы пятка на полу стою. А вот эти, ну просто красотульки. Ну, нормально. Мне нравятся. Что вы пишите. Но с размером странно, Вастенька. Друзья, смотрите, мы в Икее. Какие цены. Ходдок 12 дирхам всего лишь. И почему Наташа вот именно хотела здесь покушать. Тут какие-то супер фрикадельки. Называется Swedish Meatball. Типа шведские фрикадельки. Они стоят вообще, ну, недорого. И они есть во всех странах мира, да? Ну, я такое слышала. Ну, где есть ики. Во всех странах мира. Где есть и фрикадельки. Мы хотим попробовать. Сейчас поденем сезвальник. Ой, и мороженка за один дирхам. Мороженка реально за один дирхам. Ух ты. Ну, не знаю. Еще Ходдок бы поела бы, шаурму поела бы. Но фрикадельки сейчас попробуем. Так а можно взять и это? Мы сейчас подумаем. Можно взять одни фрикадельки, а не одну шаурму. Я шаурму не хочу, я хочу фрикадельки. А, я думала, хорошо. Наташа говорит, подожди, ждать не будет. Смотрите, какая красота. Просто класс. Слушай, ну подожди, я так думаю. У меня такое предубеждение будет. Не предубеждение, как это. Я уже настроена, что они безумно смочны. А ты еще не пробовала. Ну, просто уже как бы это. Мы стоим, потому что Наташа почему-то застеснялась сесть за столик. Она говорит, мы же не взяли еще. Тут девочка пришла, наглую села. Ну, все, как бы мы стоим. Знаешь, потому что Наташа дурной культурный человек. Наташа очень вежливая, когда не надо. Вот такая порция стоит 15 дирхам. В принципе, это нормальная цена. Для Эмирата вообще дешево. Терево пастерного. Пол фе чай стоит где-то 5 дирхам. Это где-то, это не 2 доллара, даже 1,5. Вот такой вот фреш 5 дирхам стоит. Боже мой. А ну, Наташа, давай. Ну, пахнет. Как Наташа любит нюхать, да пахнет. Ну, как? Какая-то резиновая... Ребята, вы в жизни что-то другое ели, но вкуснее, я не знаю. Ну, нормально. Я не знаю, я бы хотела, конечно, попробовать. Расскажи про картошку еще, расскажи про соус. Так, давай, у тебя возьму, потому что мне интересно. Ну, мясо себе, мясо. Может, в других странах оно как-то вкусно. Нормально. Мясо немножко жестко, мне кажется, да? Ну, картофель нормально навалили. Как пюрешка. Картофель, как картофель, как дома вкуснее. Так что, знаешь, это люди, когда начинают... Хорошо, а давай в соус. Соус. Не, при прикольной, сейчас вот такая, знаете, такие котлетки, ну, твердые. Это меня интересует очень клюквенный. Вот, это клюквенный, наверное, да. А целых, непонятно, что. Оно по виду непонятно, что, и по вкусу непонятно, что. Серьезно, не понимаю. Какой-то мясной, не знаю. Я думаю, что полили вот это вот подливочка. Не знаю, не понимаю. Народ, пишите, кто-то в Икеа вообще пробовал что-то. Ну, конечно. Людей море, а хот-доги люди брали безумно большие, вкусные, красивые. Тоже хочется попробовать. Шаурму едят сидят. Знаешь, такое впечатление, что это как вот такой эффект Старбаксов. Особо ничего вкусного. Когда мы в отель заезжали в наш отель, да? Кстати, мы продаем кофе Старбакс. Имя, имя. Я чуть не свалилась. Окей, мы пробовали как бы получше Старбаксу. Не вопрос. 15 дирхам, это дешево. Но, наверное, это дешево. Ну, не дешево, это нормально, как бы так, ладно. Это просто дешево, ну, как бы быстро и дешево. И, в принципе, не так уж не полезно. Вот так, я так это понимаю. Ну, так, чтобы с ума сходить, что-то вкусно. А это что, мороженое за день дирхам? Да. Вау, мороженое за день дирхам, народ. Вообще, ну, я не знаю, пока мороженое не хочется. Но, в общем, пишите свои комменты, впечатления. Безумно интересно, если вы что-то в Икеа ели. Ну, и ставьте лайки, нам будет очень-очень приятно. Еще раз покажу вам такую красоту. Ням-ням. Кстати, я в Икеа никогда не была. Друзья, флешбеки с прошлого. Вот только вот стояла и пару лет назад снимала здесь, когда был Новый год. Тут елка была. Не помню, был ли паровозик, кстати. Уже катался здесь прикольно. Вот в Найке купила много всего интересного. Сейчас пойдем еще посмотрим. Да, были в масках. Вот он какой, левах да мол. Ну, в принципе, большой. Большой мол. Покушали. Очень понравились эти котлетки. Наташа, мне очень, по-моему, зашло. Мне нормально. Не, не так. Ну, такая, говорит. Ну, еле и лучше. Котлеты еле и лучше. Мне пюрешка понравилась. Соус клюквенный немножко какой-то странный. Не в тему. Может, в разных странах оно. Ну, поэтому разные вкусы. Разные, ну, делают, понятно. Значит, в разных странах, в разных Икеи попробуйте разные. Ну, если у всех одинаковые вкусы, то я ела и вкусные. Вот, еще раз, этот какой-нибудь большой, огромный. Ну, продолжаем ходить по нему, гулять. И паровозик сейчас, наверное, начнет движение. Наташа нашла помаду своей мечты. Покажи, Диор. Это простая, но расскажи. Это максимайзер. Это классический. Ну, как бы, она увеличивает губы немножко. Она немножко отцена. 180 дирекамперичная цена. Наташа сказала, что она ее купит. Это очень большая цена. Наташа где-то очень классная, ей очень нравится. Но, еще раз. Ну, прикольно. Мне тоже сказала, как бы, простая, но губы изменились. Так что вот такая красота Наташи сегодня. Цвет неплохой, да? А вот сюда в зеркало. В зеркало я тебе снимаю. Ну, вот, Наташа с Диором сегодня. Поздравляем. А вот мы и в бренд Фолес, друзья мои. Нет, это не секонд, это бренды по сниженным ценам. Много было видео, много рассказывала, показывала. Вот, допустим, хорошо там. Диодорка Ривук, такие кроссовочки. О чем они у нас? Непонятная цена. Загадка. Хотела вам показать, но ничего не вышло. Ну, неважно, короче. Вот тут М-ки, С-ки, причем все вещи обычные. Редко, когда одинаковые. Но здесь вот есть одинаковые футболочки. Допустим, 45 футболка. Ну, тут не дешевые цены, но тут можно найти такие бренды, как вот, смотрите, плавание, допустим, спида. Все знаем, спида, арена. Вот, New Balance 65 такая штучка. Ох, что-то такое лимоненькое у нас. Ой, симпатично. Симпатичные такие. 325. Ну, от них и вот так для бренд Follet. Не знаю, вы видите, он такой ядовито-желтый прикольный цвет вообще. Диадора вон стоит всякие. Рюкзачки, очень много детских вещей. Топички, это я в этом и деле. Адидас. Ну, скажем так, мы любим это покупать еще онлайн, потому что, как бы, и скидки видны, цены хорошие, все привозят. Такой Адидас интересный. 129 на 129. Вот прям необычные. Эти сумочки всякие. Бебе вот. Популярная же фирма. Вот Бебе, это сколько стоит? 109 такая. Бебич, Бебе там, не знаю. А это Бебе, сколько 99? Бебе Лос-Анджелес. Ну, подделки не исключены, кстати. Что могу сказать. Ну, домерят, нас очень нравится. Но сколько мы обычно футболки покупаем, сколько привозили в подарок. Очень, очень людям заходит, очень нравится. И ни одного там коммента нам не было, что, блин, девчонки порвались в ваши подарки. Вот, видите, целая куча всего. Вот, видите, вот мужские вещи, рюкзаки есть. Дальше. Вот, Рибуковские вещи, кроссовочки. Белье есть. Тоже висит много-много вещей. Просто, как я писала тогда, как секонд-хенд, типа грязный секонд-хенд. Туда вообще, конечно, вещи были почему-то грязнючие. Вот, смотрите, в каждом этом есть кто-то, кто меряет, кто-то, кто выбирает. Вот такие яркие филы, конечно, вообще. Просто и такая яркая линейка. Не знаю, по мне они такие тяжелые. Я их поднимала, такие вот они, как... Ну, я не знаю. Тяжелые, тяжелые, но цена все 89 дирхам. Ах, блин, такие яркие просто, 69 дирхам. Ярчайшие. Размерчик здесь 44-45. Тут по рядам, по размерам 65 дирхам. Кстати, напротив, мы Муса тоже много видео снимали. Такие желтые. Ну, слушайте, какие-то калоши какие-то, честно. 79 дирхам. Идемте дальше. Посмотрите, чемоданы есть какие-то прикольные. Вот, Кавали классно. Я все время говорила, Наташа, я хочу чемодан Кавали, давай я себе закажу. Она такая, зачем он тебе нужен? Вот, 419. Потом я купила чемодан. Колесики не все дают, а Наташа злится. Так что, лучше бы я Кавали купила. Рюкзаки есть, разные сумочки, кейсы всякие. Девочка ходит. Спасибо, что снимать разрешают. Иногда в Эмиратах очень орут, когда снимаешь. Пумовский рюкзачок такой. Интересно, цена его. Есть ли цена? Цена нету, бесценен снова. А вот рядом рюкзачок сколько? Ну, чтобы вы понимали, 55. Что за 55 у нас? Какой-то форнит. Но это не Пума точно. Вот, всякие. Такие, кстати, вот Феррарика есть. Но Феррарика есть и футболку купила онлайн. Феррари от Пума. Размер еще, конечно, огромный. Огромный. Так, давайте покажу. С Кутейра Феррари. Тоже на подарки футболки Феррари привозила. Когда была распродажа. У меня приложение Бренд Фолес. И покупала там классные размеры. Знаю, как подобрать. Кроссовочки 119. Это Ванс. Такую фирму знаю. Были у меня футболки. Ну, ничего так. Вот, ковали. И люди отдыхают. И тут Наташа нашла себе вещь. Прям к тапочкам. Блышить. Блышить, блышить. 119 стоит, да? 129, да. Ну, красота. Литячая, летячая. Для девочки. Да, слушайте, вообще просто... Девочка-подростка. Матч, матч просто в тему. Просто класс. Это мое, это мое. Боже, как она милый. Боже, лычить я. А я в зеркало смотрю. Красота. Зацените. Еще в одном из магазинов Наташа шортики нашла. Какие? Сколько стоят? 50, а эти 45. Вот эти вот стоят 50. Черненькие, прикольненькие. А эти вот такой вот какой-то свежий беш 45, да? Да. Пыльная роза. Пыльная роза, ну все. Если же прикупим, покажем обязательно. Вот, кстати, мы в примере, что это не шорты, Наташа еще штаны взяла. Ну, ближе можешь подойти. Ну, черные всегда плохо видно. 65 они стоят. А, но ярче. 65 черные штаны. На резиночке. Прикольные на резиночке. Наташа говорит, взяла бы дает. Ну, вроде как они как не стоят столько. Не знаю вот как. Ну, они как такие, знаешь, как-то типа спортивки. Непонятно. Хотя смотрятся непонятно. Ну, да, смотрятся нормально. Ну, еще раз. Иди ко мне. Иди ко мне пройдись. Все, иди от меня. Иди от меня. А, надо было спокойно. А вы комменты пишите, брали бы вы вот такой вот. Вот такой вот. Да, ну вот так. Какое вот чудо. Ну, сейчас посмотришь, видео оценишь. Ну, 65 это немного еще. Это еще немного. Все, я уже пока не знаю. Снова мы в Икеа. Захотели кофейку. Захотели кофейку. Вот. Для капучино нужен такая штучка. Не знаю, куда бросать. Эээ. Капучино. Все, и стаканчик дали. Все. Все. А для Американо оно 5 стоит. Подешевле. То есть, не надо уже. Так, штучка вот готовится. Вот, Наташа уже поставила стульчики. Красота. Посидим. Уже хотели стульчик отобрать, да? Вот, Американо приготовился за 5 дирхам. Так можно без монетки. Все, идем. Вот такая красивая у нас голубая сумочка. Ай-яй-яй, как же горячо. Ай, мама дорогая, блин. 2 стаканов дала женщина. Вот такая красивая сумочка у нас. И брючки мы купили. Они 60 стоят. Сумочка просто прелесть, матерчатая. За нее деньги не взяли. Вот штанишки лежат. Стоят 60. Наташа, хочу, чтобы мороженка попробовала. Донация у меня стоит 3 дирхама. Меньше доллара. Вообще шикарно. А мороженка можешь приподнять? Что приподнять? Я чек хочу посмотреть. А сколько? 2,25. А капучино тоже 5 стоит. На капучино дают монетку, интересно. А что же она сказала? Ой, чекай. А мороженка вот такой стоит 3, а коны уже закончились. Нет, мороженка 2,25. 2,25 написано, но за что-то еще 75 не заплатили. Поэтому я думаю, что она стоит 3. За палочку, наверное. А что мы просили? Не знаю. Как пьется? Ммм. Ммм, это такое. А ну. А ванильное вкусное крем-блюе. Ну вот, снова полно людей. Зашли мы вике и захотели выпить кофе. 5 дирхам это ничего вообще в принципе. Так, давай присядем. Да, будем садиться. Наши пакеты, наши покупки. В общем, устали. Потом уже будем идти, возвращаться в отель. Может зайдем в луку и там яблоки. В принципе, в Эмиратах шоппинг не заканчивается никогда. Но мы уже так устали, что желаем вам всего хорошего, спокойной ночи, доброго утра. Пишите комменты, ставьте лайки. На все доброе.